Вы знаете, я поделюсь, наверное, с вами своим откровением, когда я молилась. У меня часто бывают такие молитвы, когда я с Духом Божьим общаюсь, не просто молюсь, а общаюсь. Что я называю «общаюсь», я думаю, вам понятно, что можно просто сказать, поговорить все, что хотел на сердце у тебя есть, высказать Богу и пойти. Но общение — это когда ты говоришь, и с тобой говорят, и у вас разговор, то есть диалог, а не монолог. И те, которые испытывают это, наверное, понимают, что это самое дорогое время, проведенное с Богом, когда ты можешь услышать и в свой адрес что-то. В эти моменты Он отвечает мне на мои вопросы, которые я задаю. Обличает меня, если надо. Говорит со мной, учит меня, наставляет. В общем, это прекрасное время. И вот с одной из такой беседы я хочу с вами поделиться. Когда мой дух взмолился и проговорил такие слова. Я шагаю твоими шагами, иду твоими ногами. Это значит, что быть в тебе и ничего не делать от себя, только то, что совершаешь ты. Так же, как ты был в отце, и отец был в тебе, и ты ничего не совершал от себя, но творил волю Отца. Я думаю, вы все помните эти цитаты, да? Иоанна 14, 20, 21. Где Иисус говорит, в тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне, и я в вас. И кто исполняет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам. То есть, Он в отце, Отец в Нем, но Он был в послушании. И вы знаете, на это мне Господь ответил очень интересно. И Господь ответил мне в таком интересном способе. Это возможно. Только при условии, если оставаться в Духе. Как только опускаешься на уровень души и эмоций, я не говорю уже о том, что возможно опуститься и на уровень плоти, так тот час выходишь из меня. То есть, если ты опускаешься на уровень души или эмоций, ты выходишь из него. Уже не во мне, а рядом со мной. Я продолжаю быть в тебе. Вот послушайте эту разницу. Я продолжаю быть в тебе. Я никогда тебя не покидаю, но ты уже не во мне. Вот что путают многие, настаивая на том, что они во мне, во Христе. Хотя они просто рядом со мной. А я остаюсь в них. То есть, Он остается в тех, которые живут душой и эмоциями. Но есть разница, ты в Нем или Он в тебе. Потому что я их не покидаю, и душевных, и плотских христиан. Я не покидаю. Мой Дух в них, как залог спасения и усыновления. Чтобы возвращать их, чтобы удерживать их от падения. Чтобы спасать, наставлять и увещевать. И они принимают это, захождение в Духе. То есть, во мне. Но во мне ходят только те, кто живут по Духу и в послушании. Вот почему говорится, что нет никакого осуждения тем, кто живет не по плоти, а по Духу. Потому что в таком состоянии они ходят во мне. И я в них. И они ходят моими ногами. А значит, моими путями. Творяя волю мою, а не свою. Я бы очень хотела, чтобы вы это услышали, что существует такая разница. Ходить в Нем или же Он в нас. Он во всех нас. И рядом с нами бывает. Но я хочу, и вы, я думаю, желаете быть в Нем. Правда же? Внутри Него. И вы знаете, вот в этой беседе у меня пошло дальше, как бы Господь стал открывать Духом Своим дальше. Как получается, когда мы оказываемся рядом? То есть я стала рассуждать над этими словами в присутствии Его. Что случается с нами? Что происходит, когда мы из духовного начинаем быть душевными, опускаемся на уровень души? Если мы будем честными, это часто происходит с нами. И происходит настолько незаметно для человека, что он продолжает думать, что он в духе ходит, что он уверен в себе. Что все в порядке у него. Однако уже оказывается, Вадим душой. Сколько христиан водимы душой, а не духом. И человек вот на этом уровне просто, он хочется сказать, сползает. Он не спрыгивает, он бы заметил. Он сползает на уровень души. Но я вам скажу, есть один признак, по которому я определяю. Господь определяет. Вы сами определите. По этому признаку очень легко определить, это душевный христианин или же он духовный. Ходит ли он во Христе или просто Христос в нем? Потому что никогда не покидает. Движимы они душой, эмоциями или Духом Божьим. То, о чем я сегодня буду говорить, это одно из, которое очень легко заметить. Если мы обижаемся, все. Если мы обижаемся, все. Это уже признак душевного человека, а не духовного. Дух никогда не обижается. Вот Дух никогда не обижается. Он может огорчиться. Он способен огорчиться. Когда видит беззаконие, видит зло, неправды, нарушение заповеди Божьих, но никогда не обижается. Я хочу показать вам разницу, что это большая разница между огорчением и обидой. Это два разных определения. Что такое обида? Обида, она невыраженная злоба. Или же невыраженная злость, как хотите. Она затаилась, злость затаилась в человеке, в сердце. Вот поэтому обида является грехом. если она сохраняется там, обида, то что в сердце сохраняется? Зло. Зло на того человека, на кого ты обиделся. Она возрастает внутри. И что возрастает? Желание отомстить. Оно может проявиться, вот это желание или же даже месть проявиться в разных характерах, характеристиках. Может быть очень явленной, может быть очень скрытой. Едва ли заметно. Но это будет обязательно, целенаправленно на человека, на которого обиделся. обида, она включает в себя такие переживания, как гнев, на обидчика, желание отомстить и жалость к себе. Вот на этом обида как бы основывается. А огорчение, что такое огорчение? Огорчение — это сочувствие. Это чувство, неудовлетворенности за то, что так произошло. Вы знаете, и там, и там душа задействована, это чувство. Это тоже боль и души, но не за себя. Вот это огорчаешься, ну почему этот человек так сделал? Ну почему он так сказал? Почему он так поступает? ты не обижаешься, ты сильно огорчен за него, не за себя. Вот это большая разница. И Павел пишет, что он часто огорчал церковь. Павел огорчал церковь. Не обижал, огорчал. Почему? Потому что он сам огорчался их поведением. Он огорчался их непониманием, отступлением от истины. И он предпочитал их огорчить для спасения. Конечно, эгоистичные люди, они принимают это как обиду, их обидели, их обличили. Но это уже показывает, что он во грехе глубоко сидит. А на самом деле, я прочитаю вам, как Павел описывает, как он огорчал ради спасения. 2 Корифлином 2.1.5 Я хочу сказать, что это любовь делает. Это любовь делает. Так и Бог нас огорчает иногда. Свои люди, чтобы спасти нас. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Что это значит? Если я тебя обличаю и ты покаешься, ты обрадуешь меня, потому что ты был мною огорчен, так можно сказать. Если я обрадую вас, ты сделаешь мною счастлив, если вы обрадуете, потому что ты обрадуешься это самое и писал я вам, дабы придя не иметь огорчения о тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчать вас, но чтобы вы познали любовь. Какую я в избытке имею к вам. Если же кого огорчил, ты не меня огорчил, но частью, чтобы исказать много и всех вас. Он не обижал, и он не обижался, но он огорчал и огорчался. Это любовь, потому что вы тоже умеете родители огорчаться, когда видите детей, делающих неправильно. и вы хотите их остановить, чтобы они перестали это делать, вы огорчаете их. Для блага. Не ходите в обиде, потом не разговаривайте с детьми. Надеюсь, что вы так не делаете. То есть смотрите, и в огорчении, и в обиде задействованы чувства. И я вам скажу, что есть огорчение души, а есть огорчение духа. Но обиды у духа никогда не бывает. Обида это только душевное. Дух никогда не обижается, и духовный человек никогда не носит в своем сердце обиды. Хотя бывает часто очень сильно огорчен. Итак, дух возрожденного человека, от Духа Божьего естественно, он всегда осуждает зло, судит о зле, что так делать не надо, это поступки неправедные, беззаконие. но он всегда судит по справедливости, потому что он Духа Божьего судит. Это те, которые не по плоти и не по душе живут, а в духе. А человеческая душа, даже возрожденного человека, судит через собственные боли и обиды, поэтому там справедливости нет. Поэтому поверьте, душевные ваши суды всегда неправедны. Ваши душевные обиды всегда неправильны и несправедливы. Поэтому и человеческий гнев от душевных обид тоже неправильны и несправедливы. И очень хорошо сказал Яков 1.19.20 Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек добудет скор на слышание. Медленно слова. То есть сдачи мы умеем давать быстренько. Медленно гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Гнев человека не творит правды Божьей. Что значит гнев человека? Душевный и плотской гнев. Он никогда не творит правды Божьей. Но есть такое понятие, как гнев Духа. Мы можем это назвать Дух возмутился. Мы читаем это в Писании. Иисус возмущался Духом. Павел возмущался Духом. Петр возмущался Духом. Это недушевный гнев. Несправедливый человеческий на обидах основанный. Это именно Дух Божий внутри тебя возмущает Дух. Встречайся с беззаконием. Это произошло с Петром. Когда к нему подошли Анания, а потом Сапфиром, Дух возмутился. Как ты лжешь. Духу Божьему ты солгал сейчас. Это не было душевное. Это не было качество обиды. Это был духовный гнев от Бога. И результаты были плачевные. Мы видим Иисуса, когда Он возмутился Духом, войдя в Иерусалимский храм, и увидел Дом Божий, во что превратили, купля, продажа, торговля. Он возмутился Духом. Поймите, не обиделся. Это разные вещи. Но этот гнев, возмущение вызвало в нем что? противление, что вы делаете в Доме Божьем, во что вы его превратили? Посмотрите, Матфея 21, 12, 13, что получилось? И вошел Иисус в Храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в Храме. И опрокинул столы миновщиков из скамьи продающих голубей опрокинул. И говорил им, написано, дом мой молитвой наречется, дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Что это? Да, это гнев. Это праведный гнев. Это возмущение Духа за беззаконие, какое совершается в Храме Бога. Это недушевное, не плоское. Его обидели. Сколько Его обижали? Он не реагировал. и не был обижен. Но духовный гнев, вот это возмущение, оно присутствует в духовных личностях. Это называется огорчение Духа. Есть такое понятие в Библии, когда Духом человек огорчился. Это глубокое ощущение, хочется сказать, предательство Бога. распинание Его опять. Иисус глубоко огорчился и возмутился Духом, когда видел, что вот этот Иуда один из Его учеников, которым Он являл столько милости, столько благодати, столько любви, наравне со всеми апостолами, дал Ему абсолютно все. дары. Посылал вместе с учениками, Он ходил, исцелял, благовествовал. И вот сидит кушает с Ним вместе хлеб, Иисус Ему еще и ноги омыл, и Он собирается предать, уже предал, уже договорился. Каково было Иисусу? Он что, обиделся? Нет. Он огорчился, Он возмутился Духом. Иоанна 13, 21 написано, что Иисус возмутился Духом и засвидетельствовал и сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Огорчился, возмутился, думал, за себя? Он на это шел. Он не за себя. За Иуду обидно ему было, понимаете? Иуда, поцелуем предаешь Меня, Иуда, а помни, что тебя ждет. Понимаете, это любовь. Она глубоко умеет огорчаться. но умеет, но она продолжает любить. Павел возмутился Духом, когда вошел в город полный идолов. В Афинах это произошло. Диане 17, 16 написано, в ожидании их в Афинах Павел возмутился Духом при виде этого города полного идолов. Возмущение Духом вызывает духовный гнев. Но это беззаконие. Но он не обиделся. Иисус не обиделся. Если бы Иисус обиделся, он бы не умер за нас. Он бы обиделся. Сказал бы, так вам и надо. Вы достойны ада. Он не обиделся. Не собирался мстить напротив того. Просто отдал себя за нас. И Павел не обиделся. Он начал проповедовать. Понимаете, обида желает зла. А огорчение хочет вытащить человека из состояния, в которое он попал. Еще один случай мы с вами знаем Библии. Самуил. Вы знаете, Самуил очень любил Саула. Может быть, потому что это был первый царь. Может, потому что сердце его открылось к нему, когда он еще парнишкой пришел к нему, и тот его полил маслом и приготовил ему кушанье. Вы, наверное, помните это. Он расположился к нему сердцем и очень полюбил его. но когда Саул ослушался Бога и когда Бог отверг его, написано, что Самуил так сильно огорчился, не обиделся. Еще раз хочу вам показать эту большую разницу, на что мы имеем право и на что не имеем права. когда Самуил пришел и увидел, что Саул принес жертву без него, и Самуил поругал его, сказал, как ты посмел, почему ты это сделал, сейчас все, царство от тебя отходит. Он не обиделся, сильно огорчился. Если бы обиделся, повернулся бы и ушел. Так ему и надо, от него отошло царство. Самуил настолько огорчился, что стал переживать и плакать о нем. Первое царство 16.1 уже Бог не выдержал и стал говорить, хватит Самуил. И сказал Господь Самуил, да коли будешь ты печалиться о Сауле? Которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Вот что такое огорчение, понимаете? Огорчился, не мог успокоиться за беззаконие Саула, хотя Саул его не послушал. Поступил по-своему, своевольно. но он не обиделся, он огорчился. И уже Бог его стал останавливать, хватит. У меня есть другой, получше него. Огорчение вызывает чувство печали, а обида вызывает чувство злобы. Понимаете разницу? Мы никогда не будем молиться за обижающих нас, если мы обиделись. Что нас учит Писание? Молитесь за обижающих вас. Но если мы обиделись, в лучшем случае мы будем молиться за обижающих нас, Господь, накажи их. Осуди их, покажи им свой суд, покажи свою справедливость. Это потому, что мы обиделись. А если мы огорчились, мы будем заступаться. Господи, помилуй, они не понимают, что делают. Так ведь молятся те, которые любят, правда? Господи, помилуй, прости их. Они не знают, что делать, прости их. Это называется огорчился. Это означает злобы, а в обиде есть злоба. Поэтому обида это зло, это грех. И так Бог никогда не обижается. Если бы Он обиделся, уже бы этой земли не существовало. Он бы просто уничтожил нас. Но благодаря тому, что Он не обижается, мы живы. Мы стоим, и земля стоит. Хотя беззакония здесь кишат, выше головы, выше крыши. Но Господь очень печалится. Он очень огорчается тем, что творит Его создание, отвергая Его, творит как Содом и Гоморра. И так мы с вами видим, что есть разница между обидой и огорчением. Если мы будем обижаться, еще раз говорю, мы не сможем любить врагов наших. Вот почему говорится в Матфея 5, 44-45, Иисус сказал, это Иисус сказал, любите врагов ваших, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, не проклинайте их в ответ, а благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, вот тогда будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных, это справедливость Божия, Его любовь, она душевными людьми тяжело воспринимается, нам хочется по душе, чтобы наказание шло на всех злых и грешников и обижающих, но когда ты в духе, ты не можешь желать зла никому, мстить не хочешь ты хочешь заступаться и тогда становятся понятны эти слова Иисуса, что солнышко Он посылает и над злыми и над добрыми и дождь посылает и злым и добрым одинаково в духовном смысле это Иисус наше солнышко и Дух Святой наш дождь Он никогда не покидает нас даже грешников не покидает и даже тех христиан которые упали не покидает как я вам сказал он в них и рядом почему потому что Он хочет их наставлять Он не хочет погибели никакому грешнику Он все время хочет их поднимать обличать а не отталкивать понимаете и когда скорее всего не они с Христом а Христос с ними с теми которые упали и пока есть шанс Господь всегда рядом и даже внутри и даже внутри говорит в сердце поэтому иногда от такого беззаконника слышишь Бог сказал Бог сказал да Бог Каину сказал видя что Он хочет убить брата Бог Каину сказал не хотел чтобы Каин погиб Бог говорит Бог любит это мы должны научиться так любить как любит Бог Он Иуду останавливать пытался Бог любит всех Я вам хочу сказать что есть разница когда мы во Христе или когда Христос в нас и так Он в нас и никто не сомневайтесь Он в нас и Он вокруг нас и рядом нам надо чтобы мы были в Нем очень важно чтобы мы были в Нем Вы знаете сколько я нашла мест в Писании где говорится о том что даже верующие глубоко верующие даже служители оставляли Духа Святого то есть выходили из Христа хотя продолжали себя считать что они в состоянии они во Христе были уверены в себе посмотрите Иоанн пишет 3 Иоанна 1 9 10 Я писал церкви но любящий первенствовать у них Диатреф не принимает нас если бы Диатреф не был бы пастором он не имел бы такой власти это значит пастор когда-то помазанный поставленный апостолами зазнался и настолько зазнался что уже не принимает кого апостолов Иоанна апостолов не принимает посему если я приду то напомню о делах которые он делает понося нас злыми словами и недовольствуясь тем что и сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет из церкви если кто-то с ними пообщался но даже таких господь еще не оставляет он дает шанс покаяться посмотрите сколько оставили павла избрали мир вот он пишет титул второе титул 4.10 Димас оставил меня возлюбив нынешний век и пошел в Фессалонику Крискет в Галатию Тит в Далматию а Тиндука со мною но Дух Божий их не оставляет он в них он в них пошел туда куда пошли они чтобы их вернуть пока есть шанс Дух Святой никогда не оставляет он всегда работает и мы не можем ставить кресты это все этот ушел крест на нем нет мои дорогие пока человек сам не отречется и не откажется Дух Святой не оставляет он старается привести в покаяние и работает над ними но это разница быть во Христе то все душевное и плотское но нас Бог зовет в Него войти помните скрыться во Христе внутри Него быть а туда обиду не занесешь но помните что огорчение у Духа бывает духовные люди они никогда не будут обижаться и вы знаете духовные люди недосягаемы для дьявола почему потому что они посажены на небесах они во Христе посажены на небесах своим духом а душевные они все-таки здесь обитают душа не поднимается туда поэтому легко дьявол достигает нашей души поэтому он хочет нас опустить на душевный уровень если ему удается опустить нас на душевный уровень все он побеждает нас он старался все время Иисуса опустить на душевный уровень он всегда старался апостолов опустить на душевный уровень он всегда старается и нас опустить на душевный уровень Не опускайтесь. Живите в Духе. Старайтесь жить Духом. Все побеждать Духом. А это возможно, когда мы умираем для этого мира. Чтобы внутри нас жило воскресение. В Духе. В Духе живите. Нет никакого осуждения тем, которые живут не по плоти, а по Духу. Оставайтесь во Христе. Поднимайтесь в небеса. Как прекрасно, когда вот это все с нами происходит. И мы ходим во Христе. Тогда мы можем точно знать, что это делает Он. Потому что мы в Нем, Он двигается. И куда Он двигается, мы движемся в Нем. Где мы идем, мы в Нем идем, потому что Он захотел, чтобы мы туда пошли. Но это послушание. Непослушные не могут ходить в Духе. Это душевные. Даже если они говорят, что они водятся Духом Божьим, это душевные. Пусть это будет вам понятно. Если нет послушания, это душевные. Послушные Духу Божьему. Иначе образ жизни ведут. Их видно. Что они живут в послушании у Господа. Ничего не делают от себя. Но только на что посланы от Господа. Ищут лица Божьего. Ищут Его послания. Ищут Его воли. Ходят в смирение и в кротость. Будьте благословенны, мои дорогие. Вы призываетесь жить во Христе. Вы призываетесь войти в Него. Сокрыться в Нем. Как я вам и говорила, сокрыться, это значит, вы уже не видны. Но виден Он. Вы в Нем.